МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24. Меня зовут Виктория Анисимова. В ближайшие полчаса мы расскажем о самом интересном сегодня. В начале выпуска его некоторые темы. Больше полутысячи машин снега в сутки. Столько осадков вывозят из Сургута компании, задействованные в зимнем содержании города. Хватит ли места на полигонах? Помочь новым территориям из Сургута в недавно освобожденную Авдеевку отправилась первая партия гуманитарного груза. И югорские дерби в Сургуте. Волейболисты «Газпром-югры» в очередном туре российской суперлиги на своей площадке принимали соседей из Нижневартовска. Кто победил? Как минимум три школы в Сургуте в ближайшие годы построят инвесторы. Образовательное учреждение в микрорайоне Марьина гора уже возводится. Застройщик – компания «Сипромстрой», которая после завершения работ передаст объект под выкуп. Аналогичная процедура предстоит и в квартале «Пойма-5», что расположено перекрестко улиц Энергетиков и Югорского тракта. Об этом стало известно на заседании Комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. Механизм этот инвестор уже применил в учреждении в 42-м микрорайоне. Оно, к слову, введено в эксплуатацию и выкуплено за счет средств программы сотрудничества, которая действует между Югрой, Ямалом и Тюменской областью. Еще одну школу в 35-м квартале, это новый участок улицы Киртбая, возведет компания «Брусника». Однако способ инвестиций под выкуп или по концессии пока не определен. Проектирование ведет застройщик, который планирует передать документацию городу безвозмездно. Что касается ранее заключенных соглашений, то на прошлой неделе подрядчик вышел на стройплощадку будущей школы в 5-м А микрорайоне. Приступил к работам, завез технику. На сегодняшний момент ведется расчистка снега. И, надеюсь, приступит все-таки к реализации долгожданного объекта. 20-й акт здесь у нас строительство ведется. Что касается 39-й микрорайона, данный объект введен в эксплуатацию. Ну и два объекта у нас соответственно в судах. Это 38-й и 34-й микрорайон. И снова ржавая. Сургутяне в очередной раз жалуются на проблемы с водой. Ресурс цвета кофе, начиная с 21 февраля и по сей день, поступает в квартиры жителей целого ряда домов. В Горводоканале ухудшение качества воды в северо-восточном и восточном микрорайонах Сургута объяснили работами по вводу в эксплуатацию нового трубопровода из города в поселок Финский. Коммунальные службы проводят работы по нормализации водоснабжения гидравлическими промывками. На предприятии сообщили, что все проблемы предварительно будут устранены в течение недели. Для жителей ряда микрорайонов по заявкам управляющих компаний организовали подвоз чистой воды. Предварительной причиной ухудшения качества водоснабжения в северо-восточном и восточном районах города являются работы, проводимые на сетях, не принадлежащих городоканал. В настоящее время городоканал проводит работы по нормализации качества водоснабжения, проводятся гидравлические промывки, осуществляется контроль качества. Перерасчет жителям города за поставляемую грязную воду будет произведен автоматически. Обращаться дополнительно в городоканал для этого не требуется. Жители за грязную воду платить не будут. Больше полутысячи машин снега в сутки. Столько осадков вывозят на полигоны компании, задействованные в зимнем содержании города. Представитель генерального подрядчика рассказал журналистам о работах на окраинах города. Как известно, в январе техника не справлялась с обилием осадков. Однако сейчас, по словам сотрудника подряда организации, подобной ситуации повториться не должно. В привлечении дополнительных машин город не нуждается. Сейчас дорожники вывозят на полигоны около 15 тысяч кубометров снега ежедневно. На сегодняшний день вывезли 1,2 миллиона метров кубических снега. Общая площадь вместимости всех полигонов у нас 4,6 миллиона. Поэтому мощностей у нас вполне достаточно, для того, чтобы принять весь снег за эту зиму. Подрядчики справляются удовлетворительно. Проезжая часть в хорошем состоянии. На сегодняшний день претензий к подрядчикам у нас нет. В Сургуте на постоянной основе проходят проверки качества очистки проезжей части. Администрация города направляет компании «Домремтех» предписание об устранении нарушений на участках, где дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. В конце прошлого года предприятие создало публичную группу в социальной сети ВКонтакте, где дорожники рассказывают о своей деятельности, а жители фактически в режиме реального времени могут отслеживать работу коммунальной техники и оставлять комментарии под постами. Сегодня в столице нашего округа состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. На встрече с главой автономии присутствовали представители блогосферы, муниципальных, федеральных и региональных средств массовой информации. Среди них и моя коллега Эльза Шайметова, которая подготовила свой вопрос. Главными темами традиционно становятся точки роста, приоритетные направления развития региона. Отмечу, что на прошлой встрече в ноябре 2022 журналисты успели задать губернатору 53 вопроса. В прошлом году пресс-конференция не проводилась, так как Наталья Комарова посетила все 22 муниципалитета лично и обсудила с жителями интересующие их вопросы. На этой встрече губернатор сделала акцент на то, что регион является большой площадкой реализации талантов подрастающего поколения. Так, к примеру, больше ста делегатов из ХМАУ отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Что уникального подготовили для гостей этого фестиваля? Вот смотрите, действительно, каждый регион направил своих делегатов. На этот фестиваль мы с вами 112 делегатов от нашего региона, плюс 50 волонтеров. Не просто так, определенная конкурсная. Конкурсность присутствовала при отборе для привлечения, для работы на площадке фестиваля. К этому часу конференция уже подошла к концу. На ней губернатор Югры отметила, что наш округ выполняет одну из важных задач – обеспеченье энергоресурсами. Регион вносит весомый вклад в энергобезопасность, разработку и добычу углеводородов. Глава автономии также напомнила, что на территории субъекта реализуются программы поддержки семей, что способствует тому, чтобы молодежь оставалась дома, участвовала в развитии родного края. Так, к примеру, в Югре действует 11 мер поддержки для родителей, воспитывающих трех и более детей, включая все предусмотренные президентом России. Кроме того, регион ориентирован на помощь семьям участников специальной военной операции, а также содействует добровольческому движению. Коснулись и темы строительства второго моста через ОПИ. Губернатор отметила, что 8 из 16 опор уже готовы. В 2024-м будет использовано федеральное финансирование в планах возведения 43-х километров подъездной дороги. Чуть меньше миллиона рублей собрали для нужд бойцов СВО на благотворительном концерте в Сургутском государственном университете. Выступили на мероприятии десятки коллективов со всего округа. Это и ансамбли самых маленьких артистов, и исполнительницы, чьи мужья сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. На что пойдут собранные средства, расскажет Мария Ливанян. Вместе за победу в Сургутском государственном университете прошел благотворительный концерт, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции. В 2023-м проводили аналогичное мероприятие. Оно получило положительный отклик от жителей Сургута. Тогда удалось собрать средства на беспилотник, технику и маскировочные сети для югорских солдат. Лозунг «Все для фронта, все для победы» он пришел к нам из далеких сороковых. И сегодня он очень актуален. Сейчас каждый из нас может внести в свою ленту большое общее дело. Пока наши ребята не щадят себя на передовой, защищая Родину, мы здесь, в тылу, можем не только качественно выполнять свой профессиональный долг на рабочих местах, лечить, учить, строить, но и оказывать посильную помощь военнослужащим. Участие в концерте приняли более десятка творческих коллективов со всей Югры. На сцену вышли и ансамбли детских садов, и студенческие объединения, и исполнительницы, чьи мужья сейчас задействованы в решении боевых задач на полях сражений. «Вчера и накануне праздника мы связывались по возможности с сургутянами, те, которые находятся там, передавали им слова благодарности от нас, поздравления с праздником, и в ответ слышали одно огромное спасибо. Спасибо всем неравнодушным жителям Сургута и района, всем патриотам нашего города за ту, я скажу, гигантскую помощь, которая уже оказана и будет оказываться в третьем». На концерте благодарности вручили студентам и сотрудникам университета, что в качестве волонтёров помогали восстанавливать города на освобождённых территориях, были добровольцами при госпиталях. Ректор Сургу Сергей Косинок отметил, что эти ребята – настоящая гордость университета. При этом в своей речи руководитель вуза был немногословен, поделился со зрителями концерта, что его зять сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО, и передал слово внуку – Фёдору. «Папочка я поблагодарю! Папа – петь юроля! Самым главным жизнью будет он для мира, для меня! Он и главный нас защитник, для меня всегда герой! По здоровым сильным детям будет вечно папа мой!» «Спасибо, что поддерживаете, понимаете». В рамках благотворительного концерта удалось собрать, по данным штаба Народный фронт, около 900 тысяч рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования, технику и удовлетворение других нужд наших югорских солдат. Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут-24 Помочь новым территориям из Сургута в недавно освобожденную Авдеевку отправилась первая партия гуманитарного груза. Коробки добра, автотранспорт, медикаменты – все, что так необходимо городу, где совсем недавно велись активные боевые действия. По сообщениям сотрудников добровольческого корпуса, на данный момент жителям не хватает продуктов питания и медикаментов. Работа с Авдеевкой будет идти активно. Сейчас это одно из главных направлений волонтеров. Сегодня мы в очередной раз отправляем фуры. Сегодня у нас будет погрузка автомобилей в зону СВО. И целая фура около 20 тонн у нас поедет, в том числе на авдеевское направление. Это у нас продукты питания, тушенка, крупы, чай, сахар. Как стало известно, что Авдеевка освобождена, наши добровольцы начали работу в этом направлении с мирными жителями и оказывают помощь мирному населению. На следующей неделе, к слову, стартует сбор адресных посылок. А потому всех, кто желает помочь, ждут в отделении гуманитарного добровольческого корпуса по адресам Мелик Карамова, 4,4 и проспект Ленина, 67А. Помощь в подобного рода отправках оказывают городские предприятия. Они, например, помимо передачи посылок, еще выделяют несколько человек. Среди них есть и те, кто уже не впервые участвуют в погрузке. Так, к примеру, на регулярной основе помогают сотрудники спасательного центра, а также предприятий «Горсвет» и «Горводоканал». В этом году мы уже объявили о старте сбора адресных посылок. Значит, во всех пунктах приема адресных посылок гуманитарной помощи по всему нашему округу формируется, и каждая третья пятница месяца будет отправка. Администрация города Сургута помогает нашему корпусу в выделении людей с различных предприятий города Сургута. Важная отправка. В Сургуте собрали комплекты оборудования для бойцов, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции. Ранее представители и волонтеры общественно-патриотического движения «ЗОВ» отправили большой груз необходимых вещей и снаряжения, а сейчас объединение завершает сбор дорогостоящей посылки. В ней будет антидроновое ружье и два обнаружителя беспилотных летательных аппаратов. Как подчеркнули добровольцы ЗОВа, ежедневно военнослужащие в ходе выполнения задач встречаются с почти сотней таких воздушных противников. Это противодроновое ружье, которое поможет нашим ребятам, по сути, сажать, дезориентировать, то есть лишать связи вместе с оператора, который управляет этим дроном вражеским, соответственно. То есть дрон дезориентирован, лишен связи, соответственно, то есть мотор сразу заглох, дрон по НРЦ летит какое-то время, ребята имеют возможность где-то укрыться и так далее, то есть спасти свои жизни. Отправляется ружье от семьи Ческидовых непосредственно. А также хочу пояснить, что это интербригада, то есть они получатели ружья непосредственно. То есть там есть и сербы, и наши нефтьюганцы, то есть бойцы ИСХМАУ. Осенью исполнится два года с начала деятельности общественно-патриотического движения «ЗОВ». За это время к ним присоединилось немало единомышленников, волонтеры и добровольцы, среди которых как предприниматели, так и пенсионеры помогают со сбором, погрузкой и упаковкой гумпомощи. На приобретение двух обнаружителей дронов «Булат» сумму собрали представители русской общины в Сургуте. А на покупку ружья, что стало именным, вместо праздника в честь своего 70-летия, деньги внесла сургутянка Галина Ческидова. Добровольцам, волонтерам и патриотам своей родины я с самого детства. Это нас отец воспитал, который пришел в 20 лет с войны без руки и без ноги. И мы, что такое защищать родину, что такое быть достойными своей родины, мы знали с самого детства. И поэтому я с удовольствием, теперь уже мне 70 лет, и я раз не работаю, значит, я должна где-то кому-то помогать. Решила, что зачем юбилей, зачем какой-то пир во время чумы. Я эти деньги лучше отдам ребятам, которые нас защищают. Мы помогаем нашим бойцам периодически. Каждый раз к нам обращаются напрямую сами бойцы, не воинские части. Мы стабильно раз в месяц объявляем сборы. Мы уже отправили два автомобиля на фронт, отправили тепловизоры, отправили бензогенераторы. Медициной помогаем. Мы должны были этот сбор делать в конце февраля только. В начале февраля к нам обратился еще один боец, он попросил медицину, так как он добровольцем отправляется. Но мы решили просто уже устроить полный сбор, и там за 9 часов мы собрали больше 200 тысяч, то есть мы собрали всю медицину, и как раз у нас там осталась сумма 180 тысяч, и мы ее передали вот штабу ЗОВ, чтобы они приобрели булат. С целью информирования в Сургуте члены участковых избирательных комиссий продолжают поквартирный обход. Представители УИК стучатся в каждую дверь, чтобы рассказать о предстоящем голосовании на выборах президента России. Специалиста можно отличить по нагрудному знаку в виде латинской буквы V, цветах национального триколора, белому шарфу с логотипом выборов, а также именному бейджу с печатью и подписью. Для еще большей убедительности проверить участников всероссийского проекта информу ИК можно на сайте khmao.isbercom.ru Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы прописаны по данному адресу? Нет. Собственник. Собственник. Тогда вы можете прикрепиться к нашему участку, чтобы вам было удобно проголосовать. В рамках проекта информ УИК мы информируем вас, что выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта. Специалисты избирательной комиссии во время обхода напоминают сургутянам о датах, времени и возможном месте голосования. К слову, в нашем муниципалитете 130 таких участковых пунктов. Кроме того, представители УИК сориентируют, где и как можно подать заявление о голосовании не по месту прописки. А также, что нужно сделать, чтобы поставить галочку в избирательном бюллетене на дому. Адресное информирование продолжится вплоть до 7 марта. УИК разработал приложение, мобильное приложение модуль А. Мы заходим под своими паролями и логинами. У нас уже отображены квартиры, которые нам нужно будет обойти. И получается, 17 февраля мы первый раз пошли на обход, так сказать, тестировать приложение. Граждане дружелюбно нам открывают двери. Мы сразу представляемся и вопросов у людей не возникает, потому что идет информирование, люди знают, что ходят, сейчас идет обход. Югорское дерби в Сургуте. Волейболисты «Газпром Югры» в очередном туре Российской Суперлиги на своей площадке принимали соседей из Нижневартовска. В матче первого круга в середине декабря наша команда одержала победу с результатом 3-1. Уступив в первом сете, гости тогда безошибочно провели последующие три. Аналогичным образом сложилась игра и в День защитника Отечества. Стартовая партия прошла под давлением бортовчан, которые в итоге сами и не справились с предложенным ритмом игры. А сургутяне условия приняли и, начиная со второго игрового отрезка, штамповали победы. Эмоции участников встречи и яркие эпизоды матча смотрите далее. Очень сложный соперник, с которым нужно играть. У них очень хорошая общая игра. За счет этого, конечно, они борются и не каждый мяч там просто так падает на площадке. Отсюда и очень тяжело на самом деле с ними играть. Югорское дерби, оно простым не бывает. И турнирная таблица, все знаете, да, то есть мы боремся за плей-офф, попадание плей-офф. И сегодня первая особенно партия, очень нервная была с нашей стороны, а сама формы разбирали. У них, в принципе, команда всегда играет на риске. То есть у них подача сегодня больше 20 ошибок на подачу, то есть они рискуют на подачу. Плюс риск доигровочных мяча, что у них сегодня опять же хорошо получилось. У самотвора хорошо летела подача, соответственно, мы просели немного в приеме и отдавались, скажем так, сложные мячи. Или ошибались, или отдавали им на фриболы, они доводили, которые успешно реализовывали. Глеб Радченко, да, хочу отметить, сегодня хорошую игру показал. Не могли справиться долгое время с ним. Вот, но такой уровень тяжело держать, как бы, всю игру, да. И, соответственно, потом где-то уже команда начала ошибаться с матлора на подаче. Где-то мы перетерпели, подождали, где-то мы добавили на подачу. И отсюда пришел, собственно, результат. Первая партия, она никогда не показатель. Видимо, у нас настрой был посерьезней. Ваши ребята долго в игру входили. И, ну, потом, еще игра сравнялась. В принципе, вторая. Сейчас, если честно, я уже вторую не помню. Помню, что, ну, такая третья хорошая, забористая была. Играли довольно-таки раскованно. Да, были свои ошибки, но игра продолжалась. И были интересные затяжные розыгрыши, хорошие моменты в защите обе команды показывали. Где-то в концовках не хватает качества исполнения определенных элементов. Поэтому команда Сургута в концовках догнала и воспользовалась своим шансом. Ключевой момент была очень сильная подача у соперника в концовке. И Никита Нагаев в мертвом прыжке, я бы сказал, да, поднял этот мяч на минус, что и нужно было сделать, да, в этой ситуации. И мы тяжелый мяч забили и решили исход этой партии в свою пользу. Руководство дало нам определенную задачу. Как бы тоже все равно бороться. И в то же время, сказала, быть смелыми, решительными, ничего не бояться. Боремся, работаем, не унываем. И все эти поражения нас, в принципе, никак не сбивают. У нас есть задачи определенные, и мы их будем выполнять. Остаться в сильнейшем чемпионате. Как страны, так и Европы, мира. Хороший матч получился. Думаю, зрители получили удовольствие в этот праздничный день. Мы не пожалели, что пришли на волейбол. Это самое важное. Очень тяжело, на самом деле, с ними играть. Но здорово, что победили. Спасибо болельщикам, что болели за нас. Это наш седьмой игрок на площадке. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Прямой рейс со знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидают более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство. Том Ямбар Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 70 70 07. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Хорошо там, где есть «Радио Дача». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова